Доброе утро, страна! Вот так вот я выгляжу утром. Пусть не идеально, зато правда. Неровная кожа, неоднородный цвет лица. У меня, кстати, брат постоянно рукается и говорит «Айка, как ты выглядишь во влогах? Это просто ужас!» «Я жил вместе с тобой, но ты не была никогда такой страшной!» «Как ты берёшь камеру? Да что за ракурсы? Ты неужели не видишь себя во время монтажа?» Я всё вижу, меня всё устраивает. Я такая, какая я есть, а? Мои подписчики — это моя семья, поэтому так пойдёт. Этот влог надо назвать «Красотка Айка». В общем, я сейчас иду принимать душ. Вот. Потому что если я каждый день не буду мыть голову, у меня вот в таком состоянии голова, как будто я маслом искупалась. Мой любимый гель для душа от Le Petit Marselies «Жизнь в розовых мечтах». Это прямо про меня. Посмотрите на мою комнату, это просто «Жизнь в розовых мечтах». Я уже искупалась, вот у меня ещё волосы мокрые. Наверное, уж с мокрыми буду сидеть и снимать для вас мукпанк, потому что роллы уже пришли, и сейчас я вам их покажу. Потом сделала себе бровки, точнее, просто накрасила. И вот как только появились на лице бровки, даже вот тона нету, уже как-то лицо заиграло по-другому. Но если честно, я пока что не хочу делать микроблейдинг. Я вчера видела на одной девочке микроблейдинг. И вы знаете, всё-таки это прибавляет возраст. Поэтому я не хочу. Мне кажется, мне ещё рано. Если я ещё сделаю микроблейдинг, мне вообще можно смело давать 28-30 лет. Вот, поэтому я не буду. Пока что буду подкрашивать тенями. Это, в принципе, несложно. Можно иногда хной красить. Но вот у меня двоюродная сестра, мы недавно с ней переписывались. Она сказала, что она делала бровки хной. И буквально 2-3 дня остаётся вообще неудобно. Я думаю, если 2-3 дня, уж легче каждое утро их красить тенями. Красота мне пришла. Посмотрите, они идеальны. Идеальны. Это я, Поша. Тут, значит, с шапочками запечённые. Ну, красота, не правда ли? Ну, сейчас буду снимать для вас мукбам. Так, всё, макияж готов. Я сейчас вот в Инстаграме вам говорила про это. Но скажу ещё раз. Я настолько счастлива, что я сделала губы. Вот сейчас я крашусь вот блеском для губ от Белоджи. И раньше, когда я им пользовалась, честно, мне не нравился эффект. Именно из-за того, что губы маленькие и как-то смотрятся не очень. Я брала помаду и наносила её внутрь и по контуру брала карандаш чуть темнее, чтобы губы казались больше. А сейчас мне это делать не приходится. Я даже без косметики на себя смотрю. И реально мне нравится то, что я вижу. Может быть, кому-то не нравится, ребят. Я не могу нравиться всем. Я вас понимаю. Но мне кажется, самое главное это гармония с собой. И сейчас она присутствует. Я смотрю на себя и думаю, блин, как круто. Как классно, когда они сдуются. Я, безусловно, опять же буду делать опять. Потому что, блин, потому что очень классно. Не знаю, гармонично. А ещё я взяла себе вот такую вот штуку от Greenway. Пока что не буду вам раскрывать. Все карты. Будем тестировать. Я очень много слышала от блогеров про продукцию Greenway. И подробно буду в одном из влоги показывать вам, как снимать макияж вот такой вот варежкой, которая лежит здесь внутри. Вот такая вот красотень. Вот так вот разложила. Мне кажется, самый удачный способ это вот как раз-таки вот так раскладывать. Всё видно, всё красиво смотрится и удобно брать. Трансировала для вас видео. И это уже второй мукбанг, который я выложу. Постараюсь этот влог тоже смонтировать и выложить. Но это, наверное, будет очень поздно. Где-то часов, наверное, восемь. И сейчас я приступаю к красоте. Сейчас буду делать себе педикюр. Собрана постель. Сейчас я её обязательно соберу. Вот ногти у меня выглядят вот так вот на ногах. Посмотрите, какой ужас. Сейчас я буду делать педикюр, а затем покрытие гель-лаком. Вот такие вот ноготочки у меня получились. Аккуратненько, красиво. Пусть не суперпрофессионально, но пойдёт. Сегодня мама пошла гулять без меня. Пошла с подругой. Я подумала, что я посижу, помонтирую видео. Был уже ваш влог. Но на улице такая классная погода. У меня прям не сидится дома. Я думаю, может тоже пойти. Даже не знаю, что там снимать. Снимать просто как мы идём по дороге. Честно, в последнее время я даже не знаю, что именно снимать. Мне кажется, мои влоги, они какие-то однопразные и не очень интересные. В общем, я спускаюсь по лестнице. Иду в сторону мамы. Они уже делают второй круг. Я думаю, что где-то два круга ещё сделают со мной. У мамы очень хорошие результаты. Она прям худеет. Кстати, в комментариях меня спрашивали, сколько же мы ходим. Мы ходим 10 тысяч шагов. Минимум это. Стараемся побольше. Мы один раз просто гуляли в парке и садились на скамейки. Вы знаете, никакого результата не было. Если вы действительно хотите худеть, то нужно очень много ходить. И желательно в одном ритме. В таком виде я иду в этих домашних трениках. В этой отёртой курточке. Всё равно на пробежку. Да ладно. Надеюсь, что никого из вас я не встречу в таком виде, как чумо. Вообще, я могу сказать так, закон подлости работает со мной всегда. Когда я, как уродина, не накрашенная, одетая, как чмо, как бомжиха просто, я встречаю всех. Вот всех. Когда я на каблуках красивая, такая разодетая, я не встречаю никого. Так что ждите, вот сейчас кто-то должен появиться на горизонте. Смотрите, в городе что я нашла. Бе-е-е. Бе-е-е. Я как-то хочу снять мукбанг с бараном. Какие они милые. Они не знают, что скоро настанет капут. Всё, ребяточки, я уже дома. Где-то, наверное, полчаса, как мы пришли. У мамы очень хорошие результаты. И мой вам совет, если вы хотите похудеть, но не хотите отказываться от всяких вкусностей, то если даже вы утром там поели шоколадочку и всё такое, вечером старайтесь ужинать по минимуму и выходите гулять. И от 10 тысяч шагов каждый день, чем больше, тем лучше. Мама сегодня находила 13 тысяч, но у неё был день даже и 17 она ходила. И каждый день она скидывает, она прям радуется. Ещё плюс ваши комментарии. Вообще, это всё делать её смотивировали ваши комментарии. Кто-то как-то написал у неё, что вот у тебя мама похудела, прям по рукам видно. И она настолько обрадовалась, что решила действительно худеть. Ну, в общем, вообще я вам так скажу, ваши комментарии и вообще аудитория сама по себе иногда делают такие поступки, прям, ну, прикольные, так скажем. У меня был один раз случай, я как-то в Мукбанке рассказывала о том, что со мной вместе в универе училась одна девочка на курс выше меня. И получается, что один раз я увидела, что она в комментариях написала Оле Бусовой, да и вообще другим блогерам я всегда видела, что она пишет какие-то позитивные комментарии. И однажды я прочитала её комментарий, прям огромный, Оля она написала. Я прочитала и такая думаю, блин, какой душевный, хороший человек. Я обожаю, когда люди, мои знакомые, любые люди пишут хорошие комментарии каким-то людям. Это характеризует человека. Это говорит о том, что человек искренний, независтливый, негнилой внутри. Это на самом деле большой плюс. И мне как бы это очень понравилось, но мне было как-то стрёмно писать, что, слушай, мне понравился твой комментарий, давай с тобой общаться. Ты мне так нравишься. Я подумала, что девочка подумает, слушай, ты совсем ку-ку. Да я была на неё подписана, но мы как бы особо никогда не общались. Вот. И я рассказала в Мукбанке про этот случай, и как-то я промолвилась про имя этой девочки. А я подписана в Инстаграме всего на 30 человек. Одна из моих подписчиц взяла и нашла её, и написала. Написала, что вот Айка в Мукбанке про тебя, видимо, говорила, что ты написала такой комментарий Оле Бузовой. Не знаю, вот всё, что я рассказала в Мукбанке, она пошла рассказала этой девочке. И эта девочка была немножко в шоке от того, что что происходит, как меня вообще нашли, как меня спалили, как я вообще оказалась в неё в видео. Ну, в общем. И вот с тех пор мы периодически с ним переписываемся, общаемся. Мне, на самом деле, она очень нравится, но реально вот начало нашего общения, это благодаря, наверное, этой подписчице, как-то прикольно получилось. И вообще, когда мои подписчики делают что-то вот такое, мне реально иногда бывает так смешно, так прикольно, что человек хочет тебе как-то помочь, не знаю, там, находит время, ищет этого человека, пишет этому человеку. Нет, ну реально круто же. Не знаю, у меня прям вот позитивные эмоции от вот этого вот подписчика. Ну, в общем, я вас всех очень сильно люблю. Жалко, что всё, что происходит в моей жизни, я не могу вам рассказывать. Есть какие-то моменты, вот, например, сегодня, которые меня конкретно, ну, как сказать, расстроили. Это немножко связано даже с братом, можно так сказать. Но, к сожалению, не всё можно вот так вот открыть и вот так вот рассказывать. Очень жаль, но как-то так. Так, иногда я не рассказываю какие-то мои моменты, я боюсь, что меня не поймут, мне скажут, вот, это же семейное, зачем ты рассказываешь и всё такое. В общем, как-то так. Мои губы, как всегда, я говорю про свои губы, мне очень нравятся, мне кажется, смотрятся очень гармонично. Но, если честно, я бы хотела чуток побольше. Но они утром бывают чуть больше, потому что немножко утром бывает отёк. В общем, я наболтала, буду с вами прощаться и уже монтировать этот влог. Я думаю, что этот влог получился, ну, максимально неинтересным, но всё-таки это моя жизнь. Я ничего не строю из себя, я не придумываю какие-то дела, не соединяю несколько дней в один. И, например, вру, что это один день я как-то один раз увидела у блогера. То есть у неё видно было, что в разные дни снято, потому что маникюр на ногтях, да, то есть гель-лак был разного цвета. И потом ей начали в комментариях писать, и она как бы удалила этот влог. Вот, и как бы, наверное, это делается не для того, чтобы вас обмануть всё-таки, а это делается для того, чтобы влог был более интересным. Вот. Но я предпочитаю. Лучше видео будет не настолько интересно, но зато это будет реалистичный мой день. В общем, на этом всё. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь. Всем пока!